Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. У турок по-прежнему нет шансов. Казаки снова отстояли Азов во время осадного сидения. Капельный полив позволил повысить урожайность дерновых на Дону в 2-3 раза, а овощей в 10 раз. Ростовская область в этом плане может стать примером для российских регионов, поэтому именно здесь провел большое совещание по мелиорации первый замминистра сельского хозяйства России. В этом хозяйстве Семикаракорского района выращивают овощи и не боятся жары. Зеленая ботва свеклы – как доказательство отличного урожая. Секрет прост – поливать надо. Мелиорацией здесь занялись 20 лет назад. И за это время живительная влага добралась практически до всех полей. Экономически, конечно, целесообразно. У нас без орошения ничего вырастить из овощей невозможно. Невозможно. Вот сами видите, сейчас жара какая. Как мы вырастим свеклу, она влаголюбива. Картофель, лук, овощи любят очень много и хороший полив. С гектара сегодня здесь собирают 40 тонн картофеля, больше 70 тонн лука. Рекордные урожаи на полях кукурузы и озимых тоже благодаря мощным поливальным машинам. Машины работают круглые сутки. Очень экономично мы используем воду. То есть у нас нет сброса воды. Всю ту воду, которую мы потребляем из каналов, она уходит на орошение. Успешные хозяйства, как пример развития их первому заместителю министра сельского хозяйства страны, показали в первой части рабочего визита. В целом по региону из орошаемых когда-то 430 тысяч гектаров, сегодня стабильно орошаются 70 тысяч. Участие в федеральной целевой программе позволяет эту цифру увеличить втрое. Курс взят на восстановление миллиардативной системы. Мы видим, насколько сегодня Министерство сельского хозяйства Ростовской области ответственно подходит. Мы видим настрой аграриев Ростовской области. Это говорит о хорошем потенциале. При этом мы четко понимаем, что вся инфраструктура нуждается в модернизации. Хотелось отметить, что сейчас реализуется ряд проектов по капитальному строительству и реконструкции Волгодонского канала. Потенциал развития растительной системы для всей страны оценили в Новочеркасске. Специалистов этой отрасли в России готовит единственный вуз – инженерно-миллиардативная академия. Знания выпускников понадобятся для разработки новых проектов миллиардации. Об этом уже на большом совещании в Ростове-на-Дону. Урожайность овощей на орошаемых полях удалось повысить в 10 раз. Зерновых в 2-3 раза, рассказывают аграрии, которые уже поливают свои поля. Без орошения сочных кормов не получишь. Плюс у нас импортозамещение, у нас не хватает концентрированных соков. Нам нужно сажать сады, нам нужно больше томатов производить. У нас Семикаракорский консервный завод в свое время производил 350 тысяч тонн по перерабатывал овощей. Сейчас у нас задача 200 тысяч тонн поставить в завод для того, чтобы производить концентрированные соки. Хозяйство, готовые расширять сеть оросительных систем или заняться этим с нуля, целенаправленно поддержит из областного и федерального бюджетов. Валентина Малащицкая, Сергей Вишняков, Дон-24, Семикаракорский район и Ростов-на-Дону. Ровесник Ростовской области, железнодорожный район Ростова, отпраздновал 80-летие в День железнодорожника. Своим названием он обязан расположенным здесь объектом отделения СКЖД, хотя шел к нему еще с середины 19 века. Точка отсчета для железнодорожного района стал 1937-й, хотя на этих городских землях нынешний Ленгородок возник сразу же, как только открылась железная дорога и железнодорожные мастерские в 1874 году. Сегодня железнодорожный район – флагман ростовской экономики. Здесь находятся объекты, которыми по праву гордится весь город. Это Ростовское отделение Северокавказской железной дороги, электровозно-ремонтный завод, завод Дон Гипс, акционерное общество Ростовский порт, Астон, Юг Руси. Городоначальник вручил памятные знаки, 80 лет Ростовской области, почетные грамоты и благодарственные письма ростовчанам, которые внесли особый вклад в развитие района и региона в целом. История железнодорожного района не ограничивается 80-ю годами. Поселения, на которых он сформировался, возникли много раньше – еще в 1747 году на правом берегу Дона, ниже устья речки Темирник, была основана казачья станица Гниловская. Время было интересно, 90-е годы, когда казачество заявило, что оно есть такое казачество. Мы, честно говоря, не думали, когда они вышли со своими иконами, со своими наградами, а оно никуда не девалось. Здесь оно зародилось казачество, здесь оно живет, здесь оно здравствует. Новым этапом развития района юбиляра станет реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Галина Белоусова, Александр Прохорцев, Дон-24, Ростов-на-Дон. Ширина железных дорог в России – 1520 миллиметров. Эту цифру только в метрах взяли основной для дистанции благотворительного забега ко дню железнодорожника. Пробежав по Ростовской улице под девизом «Достигая цели», можно было не только победить в спортивной борьбе, но и помочь больному ребенку. С утра в день железнодорожника по Большой Садовой, от Театральной до Ворошиловского на автомобиле не проехать. Бежать предлагают несколько дистанций – 1520 метров, 5 километров и 500 метров – тем, кому не исполнилось 18. Юные бегуны стартуют первыми. Первым достиг цели 15-летний ростовчанин Андрей Сидоренко, человек в этом деле опытный. Для меня это уже не такая первая награда. Получал просто грамоты, медали просто тоже. Хотел еще раз побегать с кем-нибудь, посоревноваться. В благотворительном забеге, достигая цели, участвуют железнодорожники с семьями, ветераны железнодорожного транспорта и все желающие. До старта нужно было внести регистрационный взнос. Все собранные средства будут перечислены в фонд «Линия жизни» и пойдут на лечение Камилы Тагировой, в которой поставлен диагноз «деформация позвоночника». Мы не просто с пользой встретим наш профессиональный праздник, а за счет средств, собранных в ходе благотворительного забега, мы окажем помощь действительно тем, кто в этой помощи нуждается. Большинство бегунов выбрали символическую дистанцию 1520 метров. Это ровно тысяча расстояний между рельсами. Забег все-таки железнодорожный. Этот у меня первый забег, благотворительный. И постараюсь пробежать достойно. Каждый участник, независимо от результата, получил памятные медали. Елена Ребжанова, Стас Фоменко, Дон-24. Ростов-на-Дону. Казаки и турки снова сошлись в бою под Азовом, как в середине 17 века. Но в этом году сражались они особенно старательно, ведь реконструкция Азовского осадного сидения посвящена 950-летию города и 80-летию Ростовской области. Перед глазами словно кадры исторического фильма. Правда, казаки и турки идут на поле боя вместе, пока мирно. Занимают позиции. Каждое движение по сценарию. Оглушительная канонада орудий застает зрителей врасплох. Осадное сидение, которое в реальности длилось несколько месяцев, разыгрывают за 40 минут. В 1641 год турок и их союзников больше 200 тысяч. Казаков в разы меньше. По крепости полили из специальных стенобитных пушек. Большую часть стен турки разрушили до основания. Можно только догадываться, как казакам удалось выстоять. Вот одна из финальных сцен. Турки поднимаются на крепость, но победа остается за нашими. По численности турки потеряли намного больше людей. И уже выгоды, которые они могли бы иметь при взятии города, уже никакого не оставалось. Потом, через несколько месяцев, казаки поняли новое сражение. Они проиграют и ушли, оставив руины крепости. По военной этике тех лет, крепость считалась побежденной, когда враг перешагивал ворота. Хитрые казаки, отступая, прихватили их с собой. Так что формально захватить сооружение туркам так и не удалось. Мечи, конечно, затуплены. Устрел защитные наконечники оружия стреляют холостыми. В остальном все соответствует духу времени. Заряды для орудий готовят точно так же, как в старину. Бумажную гильзу скручивают вручную. Дмитрий Янов сражается только за казаков. Ведь его прапрапрадед воевал здесь четыре сотни лет назад. Показываем костюм казачий с символикой, что все-таки это православное воинство. А не так, как некоторые думают. Поэтому пусть не тишут себя какими-то там псевдонадеждами. Казаки всегда будут на страже государства. Чтобы максимально соответствовать историческому образу, многие участники реконструкции делают костюмы сами. По древним лекалам, как кольчугу Александр Горевой. Проволка. Два миллиметра. Диаметр 10 миллиметров. И сидим, собираем день за днем, ночь за ночью. Посмотреть, как сойдутся казаки и турки, приехали сотни зрителей среди толпы международные делегации из Кореи и Сербии. Я люблю вот эту землю, эти казаки, вот эти люди, которые нас так видят. Я просто в восторге. С этого года Азовское осадное сидение входит в число самых крупных фестивалей, которые проходят при поддержке российского военно-исторического общества, а значит рекомендовано для всех туристов. Мы впервые попали в пул самых больших реконструкций. Вот с этого года вы должны понимать, что пошел совершенно другой отчет. И на сегодняшний день он по-настоящему привлекает туристов в город Азов, в наш регион, что позволяет нам смотреть с оптимизмом на выполнение задачи, поставленной губернатором. Зрителей развлекали и после реконструкции. Впервые в шоу-программе «Азак на Великом Шелковом Пути» гости праздника смогли окунуться в восточную культуру. Их ждал концерт и интерактивные мастер-классы. Юлия Карасюк, Тагир Фатахов, Дон-24, Азов. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. Еще больше новостей на обновленном сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова